Сегодня был вынесен приговор совладельцу и финансовому директору ночного клуба «Хромая лошадь» Константину Мрыхину. В Ленинском районном суде собралось больше журналистов, чем родственников погибших. На перечисление обстоятельств дела у судьи Дмитрия Егорова ушло полтора часа. Напомним, 5 декабря 2009 года, в день 8-летнего юбилея «Хромой лошади», в кафе находились 300 человек вместо положенных 210. В час 05 от фейерверков начался пожар. В основном все посетители задохнулись продуктами горения. В итоге скончались 156 человек. Ленинский районный суд рассмотрел дело в особом порядке и учел смягчающие обстоятельства, что Константин Мрыхин не судим, женат, имеет несовершеннолетнего ребенка, по месту жительства характеризуется положительно. В ответ на это родственники потерпевших выразили свое возмущение и демонстративно покинули зал суда. Мы покинули из-за того, что нас изнутил факт, что судья прочитал в смягчающем обстоятельстве то, что у него есть малолетний ребенок. Хотя у нас погибли отцы и матери, 109 детей осталось без отцов или без матерей. И потом тот факт, что у него есть какие-то хронические заболевания, но это ничем не подтверждено. Никакой справки о том, что заболевание есть, мы не видели. Константину Мрыхину предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 6 месяцев в колонии общего режима. В том числе назначена выплата материальной компенсации пострадавшим и родным погибших от 500 тысяч рублей до полутора миллионов. Более 200 миллионов, да, получается. Но я не готов за Мрыхина сказать, как он там будет выплачивать механизмы. Следствие по остальным участникам этого громкого дела продолжается. Юлия Долгова, Михаил Осейчик, Пермский край.